Задать вопрос лично губернатору теперь может каждый резанец. Для этого достаточно приехать на улицу Ленина к зданию областного правительства. Именно здесь расположена уникальная будка, единственная в регионе. Никаких кнопок, пультов или почтовых ящиков. Только вы, губернатор, глаза в глаза. При входе в будку запускается приветственное слово Николая Любимова, после чего у вас есть ровно минута на то, чтобы сформулировать вопрос или предложение. Алексей Мысейкин инвалид второй группы. Он полностью потерял трудоспособность более 20 лет назад в Чернобыле. Однако денежной компенсации от государства не получил. Очень хорошее и нужное дело. Я с нового года добивался вопроса, чтобы меня принял губернатор Рязанской области, потому что нигде не решается этот вопрос. Даже здесь в правительстве Рязанской области меня волокитят, а не допускают. Вот сейчас обратился, он обещал разобраться как можно быстрее. Нередко звучит и вопрос плохих дорог во дворах. На улице Горького, дом 15, корпус 1, пешеходной зоны нет, а проезжая часть изрыта ямами. Сделаем, сделаем, сделаем. Депутаты обещали, что сделают. Но, увы, третий год ничего не делают. Авторы будки «Задай вопрос губернатору» надеются, что именно такие нерешенные на местном уровне вопросы люди будут поднимать в своих видеообращениях. Большое спасибо за ваше неравнодушие. Мы обязательно разберемся в ситуации, постараемся оперативно решить проблему и сообщим вам о результатах. Если у вас остались другие вопросы, их тоже можно задать. Если вы хотите получить ответ лично, то в начале своего выступления представьтесь и укажите контактные данные. После записи видеообращение поступит ответственным службам. Самые острые вопросы губернатор рассмотрит лично. Если скажут, что надо убрать там где-то в каком-то месте мусор, то это, конечно, сутки-двое, смотря какой объем мусора. Если, естественно, это будет строительство дороги, там 10 километров до какого-то населенного пункта, то, естественно, тут надо будет рассчитываться по финансовым ресурсам и закладывать средства в какую-то программу дорожных работ. Свои минусы у будки тоже есть. Видео и запись в ней ведется постоянно, вне зависимости от того, есть ли человек в кабинке. Обработать такое количество данных, основная часть которых является браком, станет отдельной задачей. Сейчас кабинка работает в тестовом режиме. В ближайшее время в Рязани установят еще четыре. А уже 5 сентября 11 подобных будок появятся в районах Рязанской области и будут передвижными. Записать видеообращение в них можно будет только в дневное время. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».